Импичмент 45-му президенту. С таким требованием демонстранты вышли к одной из гостиниц, принадлежащих Доналду Трампу в Нью-Йорке. На сегодняшний день шансы на импичмент Трампа невелики. И может быть поэтому политические активисты в эти предрождественские дни возлагают надежды на Санта-Клауса. Для меня лучшим подарком на Рождество было бы изгнание Трампа и его криминальной администрации из Белого дома. Это безумие то, что он сделал с нашей страной. Поразительно то, что мы позволили им сделать и то, что происходит. Они крадут у бедных и отдают богатым. Это как Робин Гуд наоборот. Нам необходимо вернуть свою страну. Мы не можем больше это терпеть и не будем. Многие нью-йоркцы сразу после избрания Трампа заявляли, что он не мой президент. И с тех пор чуть ли не каждую неделю выходили на демонстрации в защиту окружающей среды, за права женщин, против антиэмигрантской риторики Трампа и сооружения стены на мексиканской границе, против бесконечных войн, против отмены обамовской реформы здравоохранения и только что одобренной республиканцами в Конгрессе налоговой реформы. Это ужасная налоговая реформа, только сделает богаче тех, у кого и так уже денег куры не клюют. Этот закон увеличит прибыли корпораций, но не приведет к созданию рабочих мест и никак не поможет экономики. Единственное, чего они добились, так это сделать богатых еще богаче. Сегодня эти демонстранты бьют в барабаны и утверждают, что по прошествии года Америка не стала великой, как обещал Трамп. Наоборот, говорят они, стало только хуже. Наша демократия оказалась под угрозой со стороны самого некомпетентного президента в истории. Этот Санта-Клаус явно не собирается доставлять подарки Доналду Трампу. Но сможет ли он подарить импичмент тем, кто этого требует? На этот вопрос Санта отвечает уклончиво, отмечая лишь, что нынешний президент сам много делает для своего импичмента. Наша страна стала неузнаваемой, как будто у нас больше никому нет дела до людей. И это не то, за что голосовали американцы. Не то, чего они хотят. Так что он заслуживает того, чтобы его вытурили из Белого дома. Активисты уже готовят новые акции протеста в следующем году. Самое массовое будет приурочено к годовщине инаугурации Трампа. Впрочем, возможно, им придется выйти на улицы и раньше. Среди демократов ходят упорные слухи о том, что Трамп может уволить специального прокурора, который расследует предполагаемые связи президента с Россией. Обращение к Санта-Клаусу стало возможно кульминацией протестного года в Нью-Йорке. Но активисты утверждают, что сегодняшняя демонстрация, возможно, была не последней в уходящем году. Хотя Доналд Трамп утверждает, что он не собирается увольнять специального прокурора Роберта Мюллера, если это произойдет. Активисты обещают быть на улицах в 400 городах Америки в течение считанных часов после того, как это случится. Михаил Готкин, Сергей Гусев. Настоящее время. Из Нью-Йорка.